Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. С началом отопительного сезона наступает горячая пора для сотрудников МЧС, причем в буквальном смысле. Многолетняя практика показывает, что этот период сезон пожара в частном секторе и подавляющее большинство возгораний происходит из-за неисправного оборудования. Пословицу «Готовь сани летом, телегу зимой» можно отнести и к этой проблеме, однако лишь единицы весенне-летний период приводят свое оборудование и электроприборы в порядок. Большинство надеются, что их древнее печное отопление продержится еще не одну зиму. Чтобы уберечь ваш дом, имущество и, самое главное, жизнь от беды во время отопительного периода, необходимо соблюдать следующие правила. Вот какие, расскажет гость в студии Евгений Юрьевич Пахомов, заместитель начальника управления, надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Самарской области полковник внутренней службы. Здравствуйте. Здравствуйте. С началом отопительного сезона, как я уже сказала, увеличивается количество пожаров. А вот любопытно узнать, каковы основные причины возгорания. Если мы говорим основные причины, той категории жилого сектора, которую вы назвали, то это можно назвать следующее. Основная причина – нарушение правил устройства, эксплуатации и электрооборудования. Если мы возьмем затопительный период с наступлением холодов, это октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, маэр, то это будет по этой причине. У нас, например, за последний год 432 пожара. В результате вот этих пожаров по этой причине погибло у нас 19 человек, 34 человека получили травмы. Также значительная причина составляет неосторожное обращение с огнем, которое стало в 311 случаях причиной пожара, в результате которых погибло 50 человек, 32 человека получили травмы. И неисправность печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при топке печей – это 249 пожаров, в результате которых погибло 8 человек и было травмировано 4 человека. Я вот смотрю, вы приводите цифры статистики, и обязательно это случай летального исхода. То есть достаточно серьезная проблема, на которую обязательно стоит обратить внимание, вот именно владельцам и электрооборудования, и люди, которые проживают в частных домах, имеют печное отопление. Но вот все-таки сколько было пожаров за такой же период, если мы рассматриваем 2020 год, и скажите, пожалуйста, статистика идет на убыль, или все-таки, к сожалению, она растет? Если мы говорим про статистику саму, то у нас за вот этот отопительный период сейчас произошло 2237 пожаров. Аналогичный период прошлого года составлял 3049 пожаров. За, скажем так, за отопительный период всего года. Погибло всего у нас в этом году, несмотря на то, что количество пожаров в этом году меньше, чем в прошлом году, погибло 94 человека. В прошлый период, аналогичный период прошлого года, погибло 72 человека. По травмам травмировано 98 человек. В прошлом году было травмировано 93 человека. То есть имеется такая тенденция, несмотря на уменьшение количества пожаров, тяжесть от этих пожаров, скажем так, именно по гибели и травмам, она возросла. Но в таком случае, что предпринимается для безопасности людей вот именно во время отопительного сезона, когда приходится включать и электрооборудование, и отапливать дома? Ну, в данном случае мы проводим профилактические мероприятия, в том числе в жилом секторе, связанные с началом эксплуатации нагревательных приборов, печного и газового оборудования, а также увеличением нагрузки на электросети. Главная задача максимально снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе, и на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах ЖКХ, которые обеспечивают теплоснабжением население. Также мы на областном уровне 30 сентября 2021 года провели комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Самарской области, на которой даны были соответствующие поручения главам городских и городов и муниципальных районов по тем мероприятиям, которые необходимо, нужно было выполнить в период подготовки к периоду отопления. Поэтому это находится на большом контроле. Так что работу ведем, продолжаем рейдовую, скажем так, индивидуальную. Вот как раз по поводу рейдовой работы ваших коллег, сотрудников, у нас есть небольшой видеосюжет, и давайте его посмотрим. Вот вам памятка о том, что необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности, не допустить пожара. Юлия Потапенкова рассказывает, живет в этом доме с детства. Когда она была ребенком, случился пожар. Сгорела баня, которую топили дровами. Тогда пожарные сработали оперативно. Пламя на дом не перекинулось. С тех пор Юлия тщательно следит за пожарной безопасностью в доме и на участке. Ну, конечно, все проверяем, чтобы все было выключено, особенно когда зимой включены какие-то приборы отопительные. Ну, проверяешь вот эту вилок, чтобы они не перегревались. Ну, у нас проводка вся новая, мы все поменяли буквально два года назад. Сотрудники МЧС ежедневно выполняют профилактические мероприятия для снижения пожаров в частных секторах. Проводят инструктор жителей. Вручают памятки о пожарной безопасности. Напоминают о своевременной чистке дымохода. Проверяют соблюдение пожарной дистанции вокруг газового котла. Она должна быть не менее 70 сантиметров. На территории городского округа Самара по состоянию на 12 марта 2021 года зарегистрировано 226 пожаров, что по сравнению с логичным периодом идет уменьшение на 63 случая. Однако, к сожалению, количество погибших на данных пожарах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 8 человек. МЧС напоминает, что нельзя складировать горящие материалы, мебель и одежду рядом с отопительными котлами, проверять целостность отопительных приборов, не разводить огонь на территории участка. Скажите мне, пожалуйста, Евгений Юрьевич, а какие еще меры безопасности необходимо соблюдать? Вот давайте сейчас поговорим о печном отоплении. Печи. Печное отопление. Самое основное у нас причины пожаров, которые приходят, это неправильное устройство или неправильная эксплуатация печей и дымоходов. Значит, по нашему направлению, что мы смотрим в этом случае? Первое, это любая печь должна иметь отступку и разделку. Что это такое? Это отступка, это пространство междунаружной поверхностью печи или дымового канала и какой-то стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих материалов. То есть должна быть, какая-то печь должна быть установлена на каком-то расстоянии. Второй момент, это разделка. Что такое разделка? Это то место, где дымовой канал пересекает перекрытия, выполненные из горючих или негорючих материалов. И в этом месте производится его утолщение для того, чтобы нагрев самой трубы не вызвал возгорания тех конструкций, которые к нему примыкают. То есть это разделка. Также обращается внимание на то, что перед любой печью, перед топочной дверкой, должно быть лист из металла, который должен быть размером не менее, чем 0,5 на 0,7 метра, для того, чтобы если вдруг произошло, из печи выпал уголек, чтобы он не стал причиной возгорания, чтобы он остался на металле и никаких последствий от этого не последовало. А также мы говорим о том, что если печи используются для отопления, то эти печи необходимы собственникам указанных печей до начала отопительного периода и в течение отопительного периода, не реже, чем один раз в три месяца провести их очистку от сажи, для того, чтобы была нормальная тяга и не вызывала, скажем так, опасений его эксплуатация. Ну и в любом случае, если моменты, которые нужно соблюдать при использовании печи, это не оставлять их без присмотра, если это печи, не располагать топливо, дрова и еще что-то непосредственно около топки, то есть должны быть определенные расстояния. Здесь можно взять за основу те требования, которые изложены к объектам торговли. Ну и в принципе также можно применить, скажем так, для безопасности в жилье, это что располагать какие-либо предметы от печи на расстоянии не менее чем 0,7 метра и от дверцы топочных отверстий на расстоянии не менее 1 метр 25 сантиметров. Не нужно применять для топки печей тот вид топлива, который для них не предназначен. Я видел там один случай на заводе, сотрудник этого завода смог вынести определенный вид, скажем так, кокса, который горит немножко никак, как уголь, и применив его в печи, которые применяются именно топки углем, ну в результате, да, жар был хороший, но в результате от того устройства, от того средства, которым он топил, которое было не предназначено, он просто-напросто получил, что колосники у него все прогорели, и ему нужно было печку его ремонтировать. Поэтому нужно топить печь, если она должна быть заводского изготовления, выполнена в соответствии с требованием по устройству эксплуатации ее, иметь разделку-отступку, предтопочный лист, и использоваться именно только тем видом топлива, на которое она предназначена. А также еще хотел бы обратить внимание на один момент, что если используется у нас для дымохода металл, то металл должен быть использован только который не ржавеющий металл. Не надо использовать оцинкованный или еще какой-то. Почему? По одной простой причине. В конечном счете, когда вы топите печь, это происходит в зимний период, где-то, скажем так, потом прекращается топка печи, где-то в дымовом канале возникает так называемая точка росы, где выпадает конденсат на стенах между теплом и холодом. Рано или поздно в этом месте, если печь сделала, например, дымовая труба из черного металла, она утончается, утончается, утончается. В конечном счете, там будет место, где стенка ставлена равна на нулю, и вот она причина пожара. Поэтому у нас в нормативном документе по устройству печи написано, что должен использоваться металл, который не ржавеющий, для того, чтобы избежать этот момент. Таких последствий. Генюрич, я вас сейчас слушаю и понимаю, что, наверное, печь, о которых вы рассказываете, современные дома уже, наверное, с такими устройствами не строят. Я имею в виду печь. Это, наверное, скорее касается либо старого жилого фонда и сектора, либо бань. Поэтому вот на что, в первую очередь, нужно обратить внимание, если есть такие постройки на территории? Ну, вообще всегда у нас считалось, что баня пожароопасное какое-то помещение, здание. Поэтому всегда и нормами рекомендуется его строить на отдалении от жилого строения. Во вторую очередь, конечно, нельзя оставлять без присмотра печь. А также, когда мы ее топим, не надо ее перетапливать. То есть, когда топили, топили, хорошо топили, да, холодно было, кидали, кидали, кидали дрова, печь раскалилась до предельных пределов. Вот в результате те примыкающие конструкции, которые были, несмотря на то, что, например, они правильно сделали, они и прогрелись. То есть, есть такое понятие, как перекал печи. Поэтому вот эти правила нужно соблюдать для безопасного использования. Ну, и, соответственно, если мы говорим про современные печи, которые продаются, то вместе с печью идет его технический паспорт на его эксплуатацию, в котором четко прописана эксплуатация его, это именно печи. То есть, у каждой печи может быть свой нюанс, который необходимо использовать, и он изложен как раз в паспорте на эксплуатацию. То есть, гарантия покупки правильной печи не еще означает, да, полное исключение ее безопасности, нужно еще и правильно эксплуатировать и использовать, да? Да, совершенно верно. Хорошо, давайте перейдем еще к электроприборам. Вот в холодное время, конечно, возникает большее количество пожаров, но это еще и электроприборы. О каких правилах и мерах нужно помнить при использовании электроприборов, если мы сейчас говорим и о частном секторе, ну и, конечно, о многоквартирных домах? Ну, давайте перейдем, скажем так, от бытовых приборов уже к месту, где заводится в здание. Наоборот, пойдем, скажем так. Ну, в первую очередь, то, что мы знаем, наверное, уже каждый с детства, не надо включать в одну розетку одно значительное количество приборов, которые имеют большую нагрузку, потому что это вызывает нагрев проводов и, как следствие, может произойти короткое замыкание, как следствие, пожар. Поэтому мы говорим, что если есть необходимость, нужно рассредоточить включение нагрузки. Второе, значит, не нужно, скажем, использовать какие-то удлинители и пеленоски, которые там повреждаются дверью или еще чем-то, вот, для того, чтобы исключить вот эти случаи. Потом устройство, о котором, скажем так, препятствует вот такому, мы чуть попозже поговорим. Да. Дальше мы переходим к проводке. Проводка может быть у нас в современных условиях как алюминиевая, так и медная. Вот. Наибольшее часто в случае возникновения пожаров возникает, когда у нас по незнанию люди скрепляют медный провод с алюминиевым проводом. Вот в этом месте возникает большое переходное сопротивление, и это место рано или поздно загорится. Поэтому соединение медных и алюминиевых проводов, оно недопустимо. Оно соединяется только через переходник, другой металл, вот, но не вместе. То есть скрутку из алюминия и меди делать не надо. Далее, значит, сами, например, если мы говорим алюминиевые провода, да, на мой взгляд, немножко, несмотря на то, что имеют на практику применение, они несколько меньше могут выдержать сгибов-разгибов. То есть обычные провода, которые идут в розетку, они у нас прокладываются, скажем так, сплошным сечением, не гибким сечением, а вот уже от розетки к каким-то энергопотребителям идут, скажем так, проводами, которым позволяет гнуться. Далее переходим к устройству, где ввод у нас. Ну, на вводе у нас мы знаем, что должны быть стоят автоматы защиты. Какие же в настоящий момент требуются автоматы защиты? Это, ну, первый автомат защиты от короткого замыкания, который мы знаем, который в случае, если сработал фазу на ноль, происходит КЗ, он срабатывает и отключается. Второй автомат защиты, который обезопасивает людей, это УЗО, устройство защитного отключения, которое реагирует на то, если мы коснулись оголенного, например, провода, и чтобы нас не ударило током, автомат отключает сеть до того, как человек получит удар током. И третье устройство, которое появилось не так давно, называется устройство защиты от дугового пробоя. Что это за устройство? Если, скажем так, у нас будет какой-то повреждена жила в проводе питающем, вот, и она будет, вот, скажем так, искрить. Рано или поздно вот эта вот искра, она выводит из строя как сам проводник, который, по которому она идет, так и может стать причиной пробоя. Ни одно из выше названных устройств, за исключением вот этого, устройство защиты дугового пробоя, оно не обеспечивает защиту вот от такого. То есть, если где-то вот там дверью прищемили переноску, потом его воткнули, она в этом месте начинает вот искрить, да. Ни устройство защитного отключения, ни автомат защиты это не почувствует и не среагирует. Тем более, это может быть где-то спрятано, и вооруженным взглядом даже можно не обнаружить. Мы услышим только треск такой вот, да, а что это такое за треск, где он происходит? Вот эти устройства защиты, которые вышли... То есть ни дыма, ни запаха тоже не будет. Ну, когда уже только сработает уже, когда поврежденная изоляция вот этого дуги потеряет свои защитные свойства, когда она оплавится, когда случится пожар, только тогда мы уже это дело видим. Поэтому здесь появилось вот такое устройство, устройство защиты от дугового пробоя. Да, оно выполняется как самостоятельно, так и вместе в комплекте с автоматом защиты. Вот, промышленность выпускается. Так как оно появилось не так давно, то норму предусматривает его установку на вновь построенные жилые и общественные здания. Особенно там оно рекомендовано, если используется в жилых домах алюминиевая проводка, вот это устройство защиты. Но я думаю, что те, кто захочет свои ранее построенные здания и сооружения обезопасить, то используют... Свободном доступе есть? Еще раз повторите, как называется. Устройство защиты от дугового пробоя. Пробоя. Да. То есть вот такое устройство примененное, оно позволит обезопасить в том числе и вот от этих вот случаев, которые могут стать причиной пожара. Еще один у меня такой вопрос. Сейчас практически во всех домах, мы в квартирах, в домах имеем очень много электроприборов. Это и бытовая техника перечислять сейчас, конечно, смыслом не имеет. И в быту мы используем очень много так называемых пилотов. Вот скажите, пожалуйста, они несут в себе какую-то опасность? И как использовать правильно бытовую технику, чтобы обезопасить себя от возможных случаев изгорания и какие это могут быть случаи? Расскажите, пожалуйста. Ну, давайте так же на своем примере. Когда я покупал бытовой прибор, первое, что меня спросил консультант, какую вы будете в этот пилот использовать нагрузку? Потому что любой пилот, который используется как фильтр, он рассчитан на определенное количество нагрузки, при которой он нормально работает. Если мы это количество нагрузки в него превышаем, то, соответственно, в нем уже установлены и... и предохранители, и кнопки включения-выключения не то, на что рассчитан он был, соответственно, возникает вопрос перегрева. Соответственно, вот выходит из строя, как вот эти кнопки, которые очень часто включены, происходит там горание внутри вот этих контактов, которые мы подсоединяем. Поэтому первое, что мы знаем, мы должны понимать, что мы... вот этот вот сетевой фильтр, который вместе с пилотом будем использовать, какую примерно нагрузку, сколько она имеется ватт. И, исходя из этого, мы приобретаем под соответствующую нагрузку соответствующий пилот. Спасибо. Причиной пожара может быть также еще и обращение с газом. Что здесь нужно помнить? Здесь вопрос... ну, первое, что у нас... Если мы эксплуатируем сами бытовые газовые приборы, то здесь правилом противопожарного режима установлено, что на расстоянии сбоку от них, на расстоянии 0,2 метра и над ними 0,7 метра по вертикали не должно быть каких-то нависаний предметов и каких-то материалов. То есть для того, чтобы безопасно. Нельзя пользоваться неисправными газовыми приборами. Вот. Здесь хотел бы также обратить внимание, наверное, на... Такое... Для моих коллег, которые занимаются тушением, именно наличием газовых баллонов в квартире. Здесь, скажем так, в любом случае, особенно при тушении, они представляют большую опасность, как для самого строения, так и для моих коллег, которые занимаются тушением. Здесь хотел бы обратиться именно к жителям с просьбой. Там, где вы используете вот эти газовые баллоны, их размещать надо с наружной стороны стены, на расстоянии не менее 5 метров от ближайших оконных и дверных проемов. Там, где находится этот баллон, наносится на желтом фоне, красным цветом слова «Опасно, газ». Далее, значит, что необходимо, помните, заносить его в квартиру, тем более в подвалы или на чердаки, нормами запрещено, вот, нашими, которые действуют. Вот. Баллоны должны, если, храним, говорим, что хранится на улице, не надо их оставлять под открытым небом, они должны быть защищены от атмосферных осадков, также они должны быть в целях защиты от перегрева защищены от солнечных лучей, на сверху должен быть, вот там, где расположены редукторы, вот, вентилятор, должны быть, колпак предусмотрен специальный, и вот этот шкаф, в котором расположен газовый баллон, должны иметь устройство для проветривания его, и защита, то есть, закрывается на замок. И если мы говорим про частный сектор, то там, перед частным сектором, скажем так, должен быть повешен предупреждающий знак с надписью «Опасно баллоны с газом». Это для того, чтобы мои коллеги, скажем так, сохраняли, ну, соблюдали условия, скажем так, знали об этом и были своевременно оповещены. — Хорошо. Евгений Юрьевич, посоветуйте, пожалуйста, если все-таки возгорание произошло небольшое, нужно и важно ли его ликвидировать самостоятельно, и вот все время говорим о необходимости держать дома огнетушитель. Скажите и посоветуйте, какой лучше. — Давайте я здесь лучше немножко остановлюсь на другом. У нас тем же правилам предпожарного режима в Российской Федерации прописаны действия при пожаре. И в первую очередь, что нужно сделать, это позвонить по телефону 01-100-101 для того, чтобы вызвать пожарных подразделений. Почему это нужно сделать в первую очередь, объясню. Не дай бог вот при тушении пожара с вами что-то случилось, а вы не сделали первое то, что я сказал. Вы никого не оповестили, к вам на помощь никто не едет. Поэтому для, в том числе, для безопасности себя, первым делом мы звоним по телефону 01-100-101. Вторым действием нужно принять меры по оповещению людей в здании и по эвакуации. И третьим уже действием, когда в вашей жизни и здоровье ничего не угрожает, когда вы трезво оценили масштабы пожаров, можно, скажем так, приступить к тушению пожара и спасению материально-технических ценностей. Здесь для того, чтобы приступать к тушению пожара, нужно знать, скажем так, технические средства, тех привычных средств пожаротушения, которые у вас имеются под рукой. Ну, самое распространенное, которое мы знаем, это огнетушители. Они бывают порошковые, гликислотные, воздушно-пенные. Вот те, которые я перечислил, наверное, самые распространенные. Одни из самых распространенных – это порошковые огнетушители. Чаще всего продаются там пятилитровые. Нужно знать заранее площадь пожара, которую такой огнетушитель может потушить. Это примерно площадь 1-1,5 метра максимум. То есть если у вас будет гореть помещение, какая-то комната, превышающая параметры, то мы уже четко должны знать, что мы его этим огнетушителем не потушим. Для этого, если мы говорим про новостроящиеся дома, то требованиями пожарной безопасности предусмотрено так называемый на сети хозпитьевого водопровода пожарный пожарный кран бытовой. Что он из себя представляет? Он из себя представляет шланг, который подключен с сетей хозпитьевого водопровода на задвижку отдельную. И он позволяет его, если у вас произошел пожар в квартире, размотав его, не затопив там активно соседей, потушить его на ранней стадии. То есть вот этот шланг обычно в новостройках устанавливается там, где у вас идет стояк хозпитьевого водопровода, который подключается, и можно им потушить. Это по этому. Также можно потушить плотным, если загорелся какое-то устройство, путем ограничения к нему кислорода. То есть накинув на него плотное покрывало, плотное одеяло, плотное какой-то там пиджак для того, чтобы ограничить доступ к кислороду, и тем самым, если это небольшой очаг, потушить. Если очаг большой, то здесь рисковать не надо. Самое дорогое, что у нас есть, это наша жизнь. Поэтому здесь нужно покинуть помещение, и предоставить тушение специалистам, которые... Уже профессионалам. Да, но есть еще и извещатель. Вот вы как раз его с собой принесли. Расскажите, пожалуйста, сколько он стоит, можно ли установить его самостоятельно, и кому это нужно сделать в первую очередь? Вот я принес вот извещатель, который у меня стоит дома. Мой дом 80-го года постройки, он не принадлежал защите такими средствами, средствам защиты. Называется он автономный дымовой пожарный извещатель. Сочетает в себе он прибор, в котором есть и устройство, которое обнаруживает пожар, и устройство, которое оповещает о пожаре, и также питание, которое осуществляет вот эти два вида устройств. То есть он поэтому называется автономный дымовой пожарный извещатель. Его задача – обнаружить пожар на ранней стадии, когда только появился дым, и есть его возможность потушить. Вторая его задача – если вы находитесь, например, в состоянии сна, да, у нас есть очень много электроприборов, которые, например, в ночное время мы не отключаем. Такие, как холодильник, там музыкальные центры включенные в розетку, которые у нас работают, как будильники. Если с ними что-то произойдет, а мы спим, то кто нас разбудит и оповестит, что нашей жизнью что-то угрожает, кроме как вот такого извещателя. Продемонстрируйте, как он может, да? В новостроящих домах они устанавливаются уже строителями при момент сдачи. Те дома, которые построены были ранее, скажем так, двухтысячных годов, то там мы можем предложить такие оповещатели приобрести. Вот я посмотрел, сколько такие оповещатели стоят в зависимости от завода, изготовителя, скажем так, и условий. Он стоит от 300 примерно рублей до 2,5 тысяч рублей. Почему такая разница? Потому что у меня простой, который вот исполняет в себе функцию, я сейчас продемонстрирую, как он работает. Есть более сложные, которые заложены уже сразу сим-карты, которые при сработке дают соответствующий звонок на те телефоны, которые у них заложены, были заблаговременно. Вот я вам продемонстрировал в тестовом режиме, как работает данный прибор. То есть пищит он достаточно громко, да, слушать его во сне, наверное, не захочется. Точно, наверное, проснешься и своевременно сможешь принять меры к тушению пожара на ранней стадии, если он, не дай бог, у вас произошел там, где вы проживаете. Ну что же, наше время подходит к концу. Я хочу предоставить вам заключительное слово, какие бы сейчас вы дали ценные советы, вот именно в зимний период, жителям Самарской области, чтобы, конечно, обезопасить себя в первую очередь от, возможно, таких нестандартных ситуаций, о которых мы с вами сегодня говорили, пожалуйста. Ну, как я вам сказал, для того, чтобы обезопасить, приобретите для себя, если у вас такого еще нет, вот такие извещатели, вот, любой марки модели, они будут все хороши. Второе, соблюдайте правила пожарной безопасности в преддверии Нового года, да, соблюдайте правила по установке елок, гирлянды, которые должны быть, соответственно, без искрения, как я сказал, вот, защитите свои электросети. И я думаю, что при соблюдении всех требований пожарной безопасности вы отметите наступающие праздники, как новогодние, так и рождественские, да, безопасно для себя и своих близких. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Я думаю, что вы непременно прислушаетесь к советам моего сегодняшнего гостя, потому что самое главное, что у нас есть, это, конечно, жизнь и здоровье. Берегите себя. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!